Здравствуйте, с вами Дмитрий Клещев. В последний день ноября в Перми был введен в строй новый терминал аэропорта. Наконец-то мы получили современный и высокотехнологический комплекс, о необходимости которого не говорил только ленивый последние годы. Теперь новостной ажиотаж, посвященный открытию терминала, немного схлынул, и мы можем спокойно взглянуть на данное событие и понять, что нам ожидать от вновь открывшихся возможностей. Открытый комплекс очень масштабный, предполагает, что через него можно будет пропускать более 4 миллионов пассажиров в год, то есть практически каждый житель Пермского края должен будет совершить как минимум один полет туда и обратно. Но пока что работы не завершены, так в ближайшее время должен запуститься таможенный пост, что позволит открыть международное сообщение из данного терминала и на следующий год, а по планам Росавиации и того позже, должен быть реконструирован перрон и рулежные дорожки, чтобы обеспечить полноценную эксплуатацию аэропорта. Тогда нам станут доступны и телетрапы. Безусловно, для жителей появление данного терминала в любом случае является существенным плюсом, так как качество сервиса и удобство пользования будут совершенно иными. Но интересно посмотреть и на возможности обеспечить плановую загрузку аэропорта и понять, как это повлияет на экономику Пермского края. Для нас это не праздный вопрос, так как аэропорт построен на средства частного инвестора, и именно он будет управлять им для возврата своих инвестиций. Ключевым инструментом являются аэропортовые сборы, и в зависимости от объемов перевозок эти сборы могут быть больше или меньше. Чем меньше будет объем ежегодного пассажира оборота, тем больше будет инвестор стремиться увеличить аэропортовые сборы. И до последнего времени у нас сбор за пользование аэровокзальным комплексом был одним из самых низких в России – 31 рубль с каждого пассажира. Ниже нас тарифы лишь у четырех аэропортов из 223. Это может привести к сокращению рейсов, особенно у бюджетных компаний. Вместе с тем, как показывает практика, недостаточно построить современный аэропорт, необходимо задумываться и над механизмами привлечения новых потоков пассажиров. Так, если посмотреть на похожий по многим показателям на нас аэропорт Строгино в Нижнем Новгороде, то запуск нового аэровокзального комплекса в начале 2016 года не только не привел к росту пассажиропотока, но и обрушил его. А в этом году показатели пока что не достигли тех, которые были в 2013-2015 годах. С другой стороны, наш постоянный антагонист Екатеринбург после реконструкции аэропорта Кольцова в 2007-2009 годах смог практически в два раза увеличить число обслуживаемых пассажиров. И сейчас находится на шестом месте после аэропортов Московского авиаузла, Санкт-Петербургского аэропорта Пулково и аэропортов Сочи. Но при этом площадь аэропортового комплекса почти в три раза больше, чем в Перми. Екатеринбург смог действительно стать региональным хабом, а население Свердловской области все же больше, чем в Пермском крае. Таким образом, для того, чтобы в полной мере наслаждаться созданной инфраструктурой и не переплачивать за ее недозагрузку, необходимо очень системно и основательно подойти к формированию потоков пассажиров. В целом у нас есть три основные возможности это сделать. Увеличить мобильность жителей Пермского края, сделать Пермь авиационным хабом и привлечь потоки в край из-за его пределов. Но у каждого из этих вариантов есть существенное ограничение. Так, рост мобильности, как правило, следует за увеличением доходов населения. Явно не может быть очень быстрым, даже если логистика будет хорошо отлажена. Хаб – это в первую очередь базовая авиакомпания, которая работает в данном аэропорте. И чем их больше, тем больше шансов на то, что потоки будут проходить именно через данный аэропорт. И пример авиакомпаний «Сибирь» в Новосибирске и уральских авиалиний в Екатеринбурге это показывает. У нас есть еще шанс побороться за авиапассажиров из Ижевска и Кирова, так как им просто ближе ехать до Перми, если здесь будет хорошее разнообразие рейсов и направлений. И также неплохие шансы на бизнес и туристические потоки. Но тогда нужно очень сильно вкладываться в привлечение инвестиций и в выстраивание туристической инфраструктуры. Но в любом случае, появление этого долгожданного объекта позволит улучшить и условия жизни в крае, и повысит удовлетворение самих жителей. А как будет развиваться ситуация вокруг аэропорта, мы будем вам рассказывать. А теперь к другим новостям. Речь о развитии сети отелей высокого класса в Перми идет давно. Наш регион в основном посещают деловые туристы и зарубежай столиц. Им нужен определенный класс для размещения. Поэтому уже в ближайшее время гостиницы под брендом Redison могут появиться в Перми. Краевые власти уже провели первые переговоры с представителями бизнес-группы. Одной из рассматриваемых для размещения гостиниц площадок является здание бывшего в Кио на улице Акулова 4. Кроме того, в Перми может открыться отель Сети Азимут. Гостиницы бренда Redison расположены в 87 странах мира. В России с 1991 года построено 14 отелей. По четыре в Сочи и Москве, по два в Санкт-Петербурге и национальном парке Завидова, по одному в Челябинске и Калининграде. На 2015 год под брендом Азимут объединено 24 гостиницы средней ценовой категории трех- и четырехзвездочные. Общим номерным фондом около 8 тысяч. Специалисты городского департамента градостроительства и архитектуры разъясняют стандартные требования к внешнему виду вывеса. Напомним, в срок до октября 2018 года все владельцы обязаны привести вывески на фасадах зданий в соответствии со стандартными требованиями к вывескам и их размещению. Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города. Мы постарались написать его так, чтобы это было без дополнительных пояснений понятно всем участникам рынка. Как контролирующим органам, так и непосредственно тем, кто занимается реальным бизнесом и настоящим производством в любой сфере, чтобы было легко прочитать, понять и соблюдать. Если же это будет нарушение, точно так же будет легко выявлять и я думаю споров будет минимум. Установленные правила наглядно показывают, каким образом должна выглядеть уличная вывеска, какую информацию она может содержать, а также обозначают ее размеры и место размещения на фасаде. Следует обратить внимание, что вывески являются объектами городской информации и обозначаются в документе, разрабатываемом для здания или сооружения. Кроме того, в него должны быть включены чертежи фасадов в цветовом решении со схемой размещения объектов городской информации в масштабах 1 к 100, 1 к 50 и ведомость их размещения с указанием материала, из которого выполнена уличная вывеска, ее способа и узла крепления, оси размещения. Новые правила призваны и избавить город от визуальной загрязненности, затруднений навигации, искажений архитектурного облика и приведут к гармонизации городского пространства. В Перми запустили первую в городе и вторую в регионе электрическую зарядную станцию для автомобилей. Она расположена рядом с новым терминалом международного аэропорта Большое Савино. Электрозарядная станция Т-зона белорусского производства представляет собой стационарное зарядное устройство с вандалозащищенным коррозийно-стойким корпусом из стали. Она подходит для всех существующих марок электрокаров. Время подзарядки занимает до 4 часов в зависимости от характеристики машин и типа используемого кабеля. Создание сети электрозарядных станций в Пермском крае – часть всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, которую реализует Пауэроссети. Проект поддерживается правительством края. Развитие потенциала, чтобы люди понимали, что есть куда двигаться, есть возможность приобретения электроавтомобилей. Для этого инфраструктура заранее и готовится. В рамках проекта до 2020 года планируется сформировать сеть зарядных станций как для общественного транспорта, так и для частного, сначала в ключевых регионах, а затем и в масштабах всей страны. В ближайшем будущем в регионе появятся и модернизируются еще 19 АЗС. Напомним, что по состоянию на конец прошлого года в Пермском крае числилось 7 электрокаров, однако, согласно экспертным оценкам, к 2040 году у нас в стране из 5 автомобилей каждые 3 будут электрическими. Количество объявлений о сдаче квартиры в аренду посуточно выросло за год на 31%, до 219 штук, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости n1.ru в Перми. Больше всего число предложений увеличилось в центре города, в Ленинском и Свердловском районах. Сейчас на эти два района приходится 80% всех объявлений. Средняя стоимость аренды квартиры за одни сутки в Перми – 1400 рублей. Однако за год прибавилось число предложений, цена которых, как правило, выше средней по городу – около 2000. Эксперты утверждают, что число объявлений об аренде квартир посуточно за год выросло, в то время как число предложений о долгосрочной аренде наоборот сократилось. Возможно, есть небольшое перетекание из одного сегмента в другой. При этом средние цены в долгосрочной аренде немного подросли – почти на 4%, а в посуточной снизились в среднем на 7%. По информации аналитиков, среди объявлений об аренде в данный момент есть специальное предложение для встречи Нового года. Но, как правило, они встречаются среди коттеджей. Арендовать коттедж в Перми в обычное время можно в среднем за 5000 рублей в сутки, а новогодние цены примерно в два раза выше традиционных. По итогам бронирования отелей, квартир и гостевых домов туристами в 2017 году, сервис Твилл.ру выявил регионы России, где путешественники потратили меньше всего средств на проживание. По данным сервиса, самый бюджетный вариант проживания вдвоем предлагают Чувашия, Астраханская и Белгородская области, Пермский край. Также в десятку регионов с самыми небольшими расходами на отели, квартиры и гостевые дома вошли Новосибирская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская и Воронежская области и Красноярский край. Финансовая грамотность – одна из насущных потребностей современного человека. В противном случае всегда есть риск потери денежных средств и понесения убытков. В крае реализуется программа обучения населения в этом направлении. В ее рамках в Перми появится межрегиональный центр по обучению учителей финансовой грамотности. Подробности узнаем из первых рук. В 2018 году будут формироваться межрегиональные центры, которые будут объединять в себя несколько регионов, которые территориально близко друг к другу расположены. И в частности в Перми планируется создать Пермский межрегиональный центр, который будет охватывать три региона. Это Пермский край прежде всего, Кировская область и Удмуртия. Еще когда мы выбирали на базе какой площадки будет формироваться этот межрегиональный центр, конечно мы учитывали преподавательский состав, желания региона. Подготовлены методические рекомендации по встраиванию вопросов финансовой грамотности в курсы, обязательные для изучения. Эти методические рекомендации разработаны, во-первых, для курса общества знания, для математики. Есть предложения по встраиванию вопросов финансовой грамотности в курс безопасной жизнедеятельности. Любопытный факт из сферы экономики. Более двух третий жителей России, а стало быть и Пермикит, не любят ходить по магазинам за подарками к новогодним праздникам, сообщается в проведенном PayPal опросе. Согласно исследованию, 77% граждан обеспокоены необходимостью найти нужный подарок, причем 66% россиян хотят, чтобы подарок был оригинальным. 74% респондентов боятся превысить выделенный на покупки бюджет. Кроме того, россияне опасаются, что купленные ими подарки не оценят по достоинству и что они не смогут приобрести нужную вещь. При этом треть волнуется, что вообще не смогут выбрать подарок. Помимо этого, более половины россиян выразили недовольство скоплением народа в магазинах. Еще треть респондентов пожаловались на грубость других покупателей. Как выяснилось по итогам опроса, большинство жителей России начинают покупать подарки не раньше декабря. PayPal отмечает, что негативное отношение к шопингу заставляет россиян перейти в онлайн. Впрочем, по этому виду торговли россияне еще отстают от экономически развитых стран, как Европы, так и Азии. Хотя многие эксперты уверены, что будущее продаж именно за интернет-торговлей. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Крещев. Всего вам доброго.